Так, котята, орел получился оранжевый и очень стройный. Думаю, ему это польстит. А может быть он сидел на диете из апельсинов. Мяу. Интересно, а если я сожгу мостик, он загорится? Не знаю, зачем я это делаю. Просто я люблю все исследовать, мне вообще нравятся опыты. Я думала... О, котята, правда, смотрите! О, нет, сейчас мост развалится, и я не смогу пройти обратно. Вот что я наделала, а? Вот что из окошков такая? Да! Мяу, всем привет, котята! Я Кошка Лана, и сегодня я буду играть в Нарисуй Стикмана. Да, там должна быть какая-то эпичная игра, судя по тому, что заявляет создатель. Давайте начнем? Мяу. Так, в самом начале мне предлагают нарисовать Стикмана, и тут столько цветов доступно. Пожалуй, выберю-ка я фиолетовенький и нарисую Стикмана, похожего на меня. Ммм, было бы здорово, если только получится. Так. Котята, сразу прошу прощения, если вдруг я нарисую криво, потому что у меня лапки. Мяу. А вы знаете что? Когда у тебя лапки, то очень сложно рисовать что-то симпатичненькое. Хмм, катята, что-то у меня получаются такие огромные глаза. Ну ладно. Котята, правда это похоже на меня? Смотрите, только мне глаза нужно совсем широко раскрыть. Получается? Да? Нет? Скажите. Ммм, не знаю. Ладно, давайте пойдем рисовать дальше. И, катята, как думаете, чего мне не хватает? Ммм, конечно же хвостика. Такая же я кошка, без хвоста. Не знаю, запрограммирована ли эта игра на то, чтобы рисовать здесь Стикмана у хвостики. Но мы попробуем. Ну что, поехали, что-то будет дальше. А то, мне кажется, вся игра будет заключаться в рисовании. Так. Ой, какая я симпатяшечка. Прекрасней сюда, чтобы я пошел. Ну ладно. Ха, ребята, я правда хожу. А, мне здесь немного одиноко. Мне есть идея прикоснись к карандашу Стикмана. И нарисуй мне друга. Ух ты, ребята. Так, я могу Лео нарисовать? Давайте. Нарисуй друга. Ага. Ну, давайте нарисуем. Ой. А что, Лео, нельзя цвет выбрать? Ну ладно, будет оранжевеньким. Так, котята, а Лео получился оранжевый и очень стройный. Думаю, ему это полистит. А может быть, он сидел на диете из апельсинов. Мяу. Кстати, котята, раз уж речь взошла о рисовании, у нас слева есть группа ВКонтакте, в которую вы присылаете свои рисуночки. Кто еще не знает, обязательно посмотрите, подпишите ссылку, я оставлю в описании. Так вот, многие из ребят, которые присылают свои рисунки, рисуют гораздо лучше, чем я. Вот, можете сами сравнить. Смотрите. Правда? Я бы так никогда не нарисовала. Мяу. Так что, котята, обязательно посмотрите на другие рисунки. Здесь много не влезет. А пока что вы будете смотреть на то, как рисую я. А это, я прям скажу, не самое лучшее художество. Мяу. Ну, давайте начнем. Ага, нужно назвать моего друга. Ну, раз я уж решила рисовать Лео, значит, это будет Лео. Так. Ну что, поехали. И мы что, будем вместе бегать? Че Лео куда-то убежал? Эй, Лео. Да, Лео, конечно, получился не таким симпатичным, как я. Прыгает, эй. Что происходит? Мяу, котята, котята. Котята злобная книга съела Лео. И я иду спиной к нему. Я нарисовала себя в обратную сторону. И я должна спасти его. Эй, прыгаем. И смотрите, я смотрю вообще не туда. Да. Ну, так бывает, ребят, когда вы рисуете, вы не задумываетесь о том, что будет происходить дальше. И я такая, нет, я не буду смотреть, как там эта книга съела Лео. Посмотрю-ка я вот сюда, на небо, и еще на что-нибудь. Да, не, ребят. Ну ладно, будем играть кошкой Ланы, которая идет задом наперед. Поехали. Так. Как использовать карандаш огонь? Прикоснись к карандашу огню, затем нарисуй огонь на препятствии, чтобы сжечь его. Ага. Значит, так это работает. Ну хорошо. Ой, зайчики тут. Здорово. Да, котят, нужно было глазки рисовать хотя бы по центру. Ну ладно, я буду ходить спиной. Вот огонь. И мы должны, я так понимаю, сжечь вот этот вот. Ой, как огонь-то тут по странному рисуется. Ну ладно, давайте нарисуем огонь. Вроде симпатично. Так, есть. Ой, смотрите, и новые языки пламени разбегаются. А я не буду смотреть туда, я буду смотреть обратно. А, интересно, как мой персонаж узнает, что ворота уже сгорели, если я хвостом к ним стою. Ну ладно. Ой, зайчик. Зайчик, кстати, может поворачиваться. А тут динамит, котята. А ну-ка. Его тоже, наверное, нужно поджечь. Вот так вот. Да, смотрите, от того места, где был огонь, он продвигается к самому динамиту, и происходит взрыв. Котята, а я еще и деревья сожгла. Котята, опять дерево сожгла. Это плохо, нельзя сжигать деревья. Пожар в лесу вообще страшная штука. Ну ладно, чего не сделаешь ради спасения Лео. И вот так я буду пятиться. Смотрите, котята, а там какой-то кусочек пазла. Так, и вот тут динамит спрятан. И целое дерево просто взорвалось. Ой, котята. Так, собираем его. О, ты нашел первую часть головоломки. Здорово. А на идеях все, чтобы открыть нечто удивительное. Ну, давайте попробуем. Ну, вряд ли, конечно, я успею пройти сегодня за один раз всю игру, но вы напишите, если вам понравится. То я обязательно продолжу ее. О, котята, еще динамит. Так, давайте все пожигаем. Вообще, это не очень правильный способ передвижения по лесу. И какой-то огонь в этот раз у меня получился, как палочки. Кустики, дерево. Ой, мяу, котята, я сама попала на огонь, и меня немножечко подожгло. Ну, ладно. А теперь, я думаю, дверь нам тоже нужно сжечь, да? Иначе что мы тут еще можем? Есть. Правда, тут есть вот какой-то доспех. Как воспользоваться карандашом-доспехом? Нарисую доспех на своем стеклоне для дополнительной защиты от врагов. А, я, конечно, его нарисую потом, но сейчас мне пока не хочется этого делать. Не-не, я не буду рисовать доски. Я пока что просто буду заходить. А, разблокировала ущелье Армакилла. Ну, ладно, давайте продолжим. Ух ты, вот я. Ой, какая я в маленьком варианте странная. У меня глаза на пол лица. Ну, ладно. Так, я в ущелье, котята. Давайте смотреть, что тут. О, сейчас хотя бы я иду прямо. Так, поджигаем. Эээ, тут что ли вся игра будет состоять из того, как я взрываю динамит и порчу лес? Бедные деревцы. И еще одно, котята. И еще, я что, пожар устроила? Смотрите, смотрите, смотрите. Просто пожар, котята. Все деревья горят. О, нет. Вот что бывает, когда оставляешь, и еще динамит взорвался сам. Какой ужас. Вот что бывает, когда оставляете костер непотушенным. Или взрываете в лесу динамит. Никогда не взрывайте в лесу динамит. Да и вообще, лучше с огнем быть посторожнее. Интересно, а если я сожгу мостик, он загорится? Не знаю, зачем я это делаю. Просто я люблю все исследовать. Мне вообще нравятся опыты. Я думала... Котята, правда, смотрите. О, нет, сейчас мост развалится, и я не смогу пройти обратно. Вот что я наделала, а? Вот что я за кошка такая? Ладно. Ну, а... Все бывает. Простите. Котята, это Лео, Лео, Лео. Я сейчас его спасу, что ли, и игра закончится? Ага, не так все просто. Ты кто вообще? Не только. У тебя есть волшебный карандаш, и смотрите, какую штуку красивую. Как быстро нарисовал. Это что, супер художник, что ли? Король художников и сам такой симпатичный. Мяу, у меня что-то так не получилось. И Лео орет, помогите. Эй, так, а ну-ка быстро. А, мяу, надо сжечь эту штуку. О, нет, о, нет. Ой, а я так быстро ее победила с помощью огня, похожего на какие-то жуткие штуки, мяу. Но, простите, я не смогла нарисовать красивый огонь, потому что я переживала за Лео. Лео, где ты там? Эй. Я разблокировал чудовище Стикенштейна. Ну, ладно. Поехали, посмотрим, что там. Ух ты, а здесь у меня появляется карандаш облака. Котята, по-моему, эти пчелы тут не стоят. А-а-а, нет. Котята, пчелы меня убили и покусали. Ладно, давайте заново. А, интересно, облако распугает пчел? Давайте-ка попробуем вот тут нарисовать. Такое вот небольшое симпатичное облачко. А-а-а, нет. Оно просто сделало немножко дождя. К челе, по-моему, было все равно. Значит, мне не нужно просто к ним подходить. Или нужно нарисовать доспех. Эй, я двигаюсь. Как я могу нарисовать себе доспех, если я двигаюсь? Котят, это как-то очень по-странному. Мой доспех получается больше похож на шапочку. Котят, это не доспех, это пижама. Ну, ладно. Я такая вышла из кроватки и думаю, а-а-а, пойду-ка я спасу Лео. Не, не буду переодеваться, пойду в пижамки. Ага, тут морковочка. Может, здесь нужно облачко нарисовать, чтобы оно полило ее и морковка созрела. А ну-ка. Смотрите, котята, правда, не знаю, что это делает, но я могу здесь поливать огород. Лео там страшный монстр победил, а я такая, полью-ка я огород. Это правда. Чем мне? А, котята, я не знаю, что я делаю. По-моему, я занимаюсь вообще не тем. Ну, ладно. Ладно, огород мы полили. Можно сказать, пол сделала сделанное. Не знаю, как это поможет Лео. Облака у меня все страннее и страннее. О, смотрите. Мяу, котята, что-то полезное я вроде сделала. Так. А, как ты тут? Кроличек, вот я тебе напоследок еще полью твой огород, но, прости, больше не могу. Мне нужно Лео спасать. Ну, и облака у меня жуткие. Ой, котята, вот зачем я это делала, чтобы собрать пазл. Эй, а вот теперь что делать? Еще, что ли, нарисовать облако? Огромное облако, которое меня польет. А, котята, я все сделала неправильно. Сейчас я быстренько перепройду, потому что вот здесь мне нужно было забраться сначала, а потом устроить уже дождь. Вот, смотрите, вот так вот. Он бы унес эту штуку и меня вместе с ней. Ну, ладно. Перезагрузить уровень. Надеюсь, у меня же там сохранится тот кусочек пазла, который я собрала. Или мне опять придется вместо того, чтобы Лео позволять поливать растения. Я сейчас быстренько проверю. А, нет, все, 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 все хорошо. Вот кусочек пазла он здесь был, и я его забрала. Отлично. И да, я больше без пижамы. Это замечательно. Так, ладно, нарисуй-ка я красивое облако. А, нет, нет, не будьте мне художником, котята. А, весь мой художественный опыт и уровень я потратила на то, чтобы нарисовать себя. И да, вот, наконец-то, правильно. Не, котят, так я Лео никогда не спасу. Ой, что это? Что это здесь? Ты нашел страницу. После завершения этого уровня возвращайся к экрану книги, и ты сможешь нажать кнопку страниц, чтобы прочитать их. Это здорово. Это интересно. Но мы пока все-таки еще никого не спасли. О, новый уровень. Ведра и кролики. А, это что-то интересное. Ну что, котята, я думаю, на этом мы с вами закончим. Обязательно напишите в комментариях, если хотите, чтобы я продолжила играть в эту игру. Ну что, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, на мой Лео и на канал моих друзей. А также оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всем пока и удачи вам в творчестве. Да.